коллеги приветствую мы делаем значит новые пришлось до пришлось мне мире у меня vk отвалился на ноутбуке не знаю в чем проблема просто трансляция отлетела и и все поэтому потом буду разбираться буду смотреть так ok начиная сначала коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соц сетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской и если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом то проходите по ссылке в описании подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой пока что я еще не не разместил потом проведу эфир и размещу все ссылки значит да повторю то что у нас дальше будет происходить сегодня финальное занятие этого года дальше с 1 по 10 число с 1 по 10 января у нас с вами будет самодисциплина для писателей сценаристов и соответственно я даже если вы не писатель даже если вы не сценарист я настоятельно рекомендую вас вам присоединиться к этому курсу и с 1 по 10 января в 12 часов каждый день будет проходить занятие в прямом эфире запись также будет не ждите никаких напоминаний я рассылку отправляю каждый день мне там опять кто-то начинает писать а вот я в почту не получил рассылку там и так далее так далее рассылка отправляется каждый день каждый божий день отправляется рассылка то есть если вы ее не получили значит скорее всего вы либо писались от нее либо она у вас попала в спам ищите ее там но в любом случае все найти будет не трудно все будет здесь в контакте дублироваться записи будут на ютубе в подкасте и так далее да то есть все кому надо все найдут если не найдете ну значит это вам не так надо вот но в целом я советую год начинать не с алкоголя из валяния на диване а начинать с нашей самодисциплины и соответственно если вы хотите проходить год радости и самодисциплину просто приходите на самодисциплину там все расскажу если вы вдруг по чечай не например уезжаете куда-то на новогодние праздники и так далее да то есть вполне тоже можете по ради бога не проблема 10 занятия самодисциплины 10 января но пройдет она будет следующим номерным занятием нашего года радости и после этого мы обратно вернемся к нашему текущему этому самому текущему текущему занятию по понедельникам будем проходить хорошо значит сегодня мы с вами будем говорить о я не случайно назвал это этот урок это был хороший год и каждый раз итоговое занятие я называю именно так в прошлом году у нас с вами был хороший год и позапрошлом году был хороший год потому что был ли год хорошим или плохим на самом деле зависит не от обстоятельств не от того что происходило в вашей жизни от того как вы на эти обстоятельства реагировали как вы себя вели в тех ситуациях в которых вы в течение этого года оказывались и вот как раз об этом мы сегодня поговорим то есть я хочу чтобы мы посмотрели подвели некие итоги этого года да и значит посмотрели что и как до насколько почему это был хорошим то есть конечно же я я всегда об этом говорю я далек от так называемого аффирмативного подхода до когда значит человек пытается себя убедить тупо в чем-то что на самом деле неправда да то есть там у меня не болит голова у меня не болит голова это не у меня болит голова да то есть ну болит голова сделать что-то чтобы голова перестала болеть таблетку вот и здесь то же самое да то есть зависит не от того что мы думаем по поводу каких-то событий которые происходят в нашей жизни важно что мы делаем по поводу тех или иных событий в нашей жизни какие поступки какими поступками мы реагируем да то есть что мы предпринимаем по поводу там каких-то событий каких-то проблем которые у нас происходят и так давайте сначала мы подведем собственно да ретроспективно оглянемся назад и я попрошу вас да друзья еще раз тоже я напоминаю что те кто будет смотреть этот эфир в записи пожалуйста делайте отвечайте на мои вопросы сегодня я буду вам задавать вопросы я не буду вам ничего особо рассказывать в конце только не немножко расскажу и отвечайте на вопросы если будете смотреть записи прям по ходу слушания не обращайте внимание на то что другие писали да то есть вы пишите для себя вы работаете каждый работает по своей программе и так напишите в комментариях сейчас прямо сейчас что было главное из того что вы планировали на этот год вот на этот на 23 год что было самое главное из того что вы планировали вот оглянитесь назад вспомните декабрь 22 года когда вы готовились двадцать третьего года что самое главное из того что вы планировали самый главный проект самое главное событие которое было намечено что самое главное для вас было в ваших планах в двадцать третьем году пока вы пишите я скажу что у меня самым главным проектом который я на этот год планировал это был подкаст подкаст который мы запускались комсомолкой вот это был главный проект который я планировал на этот год здоровье покупка квартиры вышла из цели курс роман сменить доработу здоровье выучиться по сценариями пьесам рост стабилизация финансов снять фильм хорошо теперь то есть запустить групповой курс запустить кукольный театр понять что я на самом деле хочу уволиться с госслужбы зарабатывать написанием книг на заказ вопрос вот прям поставьте плюс или минус или да или нет коротко получилось ли это осуществились ли ваши планы или там осуществились частично да нет или плюс минус как удобнее неважно так да частично найти творческую работу плюс ну по поводу меня все понятно да то есть подкаст я я в итоге закрыл этот проект он не не смог сделать так так как я планировал теперь вопрос вот давайте мы на это событие да вот вы сделали у вас был какой-то план и у вас он либо осуществился либо не осуществился либо получилось либо не получилось вопрос какой урок вы из этого извлекли из вот прямо напишите сформулируйте то есть но в целом да можно сказать да то есть если считать что главный проект который я наметил на этот год да он не осуществился значит можно считать наверное что неудачный год да нет вообще нет абсолютно я не так это рассматриваю да то есть и какой урок я из этого извлек я извлек такой урок что надо себя слушать так все делаю правильно делать просто будет результат когда делаешь что делается я на своем месте надо делать больше исходящего и не ждать надо действовать делать так надо делать ну я тоже сторонник сторонник того что нужно как бы ну делайте какие-то гипотезы да так мало усилий приложила вот неудобно все таки с телефона читать сейчас я попробую открыть себе хотя бы хотя бы чат вконтакте чтобы я чат хотя бы видел вот так до четкость цели дисциплина привели к результату в процессе а он бесконечен так делать маленькие шаги ловить у меня еще длинный мышь отключила открою отрубилась почему-то так мало усилий приложила возможно мне это не нужно идти вперед и делать писать каждый день окей когнитивные искажения ошибка планирования не рассчитался перестала слушать других меньше стала бояться неудач четкость цели дисциплина привели к результате в процессе он бесконечен делать маленькие шаги в любой ситуации ловить удачный момент так уделять время для себя и своих дел желание нужно загадывать правильно зачем мне это все равно буду так писал целый год конечного результата нет нет законченного романа ликвидировать то что мешает все проще надо работать комплексные системно порядок и избавление от лишнего планирование приоритетность система важно не забывать что дает энергии и эмоции задавать отвечать на вопрос себе зачем все это действовать хотя бы маленькие шаги так дописать роман я дописала так банальный довольно вывод не все происходит так как хочется все непостоянно нужно учиться равностность и дальше окей хорошо теперь давайте посмотрим вокруг да вокруг главный проект мы с вами посмотрели и смотрим на проекты вокруг главного проекта что вы в этом году сделали впервые не только по проекту вообще все что угодно ну вот я например впервые побывал в неаполь мы еще до пандемии планировали съездить давно я и в италии был естественно много раз но вот давно хотел именно в не в неаполь съездить город сорентина и так далее значит побывал в неаполе побывал помпеях причем два разаб побывал в баку впервые и побывал впервые в дубая впервые сделал расклад на тару Очень увлекся в этом году Таро, темой Таро, и глубоко довольно в нее погружаюсь. Тоже наша тема, сценарная. Так, рост доходов не в полном объеме, стала банкротом, начал писать роман, написала пьесу, переехала в Москву, начала работать с нейросетями. Так, видела китов, была в тайге, написала полный метр и роман, впервые была в литературной резиденции, побывала на севере, Архангельск, Северодвинск, открыли с мужем небольшой бизнес. Так, попала на курс к Александру и написала первую пьесу, побывала в ЭДНХ, в Сочи. Так, веду ВК, 4 месяца ежедневно, так, сделала колоноскопию, все хорошо, прошла курс сценарной мастерской, теперь пишу сценарий книги, обзавелся автомобилем, научился работать на станке. Начала ежедневно заниматься йогой, очень хорошо, так, начитывала сказки, написала пьесу, написала подряд два литературных марафона. Так, впервые платила за много заранее, за много заранее и откладывала точно как наметила, участвую в гуде радости, рисовала аквалировные скетчи. Мне нравится вот это, да, нужно стараться обязательно всегда в конце года фиксировать, да, что вы впервые сделали в этом году. И я прям советую вот не одно, да, а штук 10 набрать, да, и вы увидите, что на самом деле вы в течение года что-то приобретали, да. И год, который, казалось бы, вроде бы, может быть, даже ничего такого в нем необычного, сложного, интересного не было, да, он начинает наполняться каким-то совершенно новым интересным содержанием. Потому что мы на самом деле все время делаем что-то новое. И мы не всегда замечаем, что мы это делаем. Так, впервые вошла во ВГИК, получилось на курсах. После ВГИКа закончите, потом к нам приходите учиться, переучиваться. Так, теперь вопрос. Пожил у другого человека какого-то время выступление на фестивалях, бросил курить, пока не умер. Вопрос. Каким своим достижением за этот год именно вашим? Что вы сделали такого, чем вы гордитесь? Я, естественно, тоже эти все вопросы для себя обдумывал и осмыслял. И мне кажется, что вот главный проект, главное, что в этом году, и причем оно как-то само собой вырисовалось, это проект «Веселая магия». Такая, по сути, на самом деле, вот то, что мы с Таней Мужицкой все время обсуждаем, проект «Небесная канцелярия». Вот по сути, на самом деле, в каком-то смысле, вот постепенно, как-то само собой, потихонечку я создал «Небесную канцелярию». Ту самую, да, «Машину по исполнению желаний». У нас она, там, состоит из нескольких разных проектов, да, вы видели, знаете, там на страницах у нас там посты появляются и видео какие-то. И вот люди, которые участвуют в них, да, они там какие-то результаты получаются. Это бесплатный, полностью бесплатный проект. Он всегда будет бесплатный, у него никогда не будет никакой монетизации, да. То есть, это, условно говоря, такая блиновская только, блиновская только бесплатна. Вот. И он, мне кажется, прям, опять же, я делал его для себя, да, но он как-то начинается, начинает тоже заряжаться каким-то, каким-то полем постепенно начинает заряжаться. Интересно очень. Так, сценарий режиссура о Телецком озере главный. «Я горжусь своими череновиками, горжусь намерениями, существенно улучшил портфолио, горжусь, танцую и совершенствуюсь в этом вопреки всему». Так. Есть. Хорошо. Я несколько пропустил, там уже не буду зачитывать. Я видел то, что вы писали. Все, я вижу, читаю все. Вот очень важно фиксировать свои достижения. И очень часто бывает так, что вы, Анжела Акбата, то, что прошло все обучение у Александра Молчанова от начала и до конца. Так, «Горжусь половиной романа», «Горжусь книгой на 9 авторских листов», «Уступала сольным вокальным номером», «Заканчиваю учебу в Академии», «Скоро свое дело открываю», «По всем направлениям лучше». Я тоже, ребята, вами горжусь. Своими учениками я, вы прям большие молодцы. Честно могу сказать, что я прям результатами доволен. Курс пьесы у нас хорошо прошел, хорошие тексты написали. И роман мы в финале завтра будем заканчивать. Курс по роману тоже прям хорошие тексты. Нравится. Я думаю, что мы будем их, эти романы, в течение следующего года я буду видеть обложки издаваемых романов. Мне будут присылать. Так, теперь вопрос. Какие у вас были факапы? Причем, что я считаю факапом? То есть, это не ошибка. То есть, это... Даже нет прям русского аналога слова факап. То есть, какая-то катастрофа. То есть, что-то в результате ваших действий случилась какая-то катастрофа. Вот факап. Причем, если у вас факапов не было, это значит, что вы не рисковали. То есть, значит, что вы не делали ничего, что могло бы принести какой-то серьезный, крутой, интересный результат. Поэтому обязательно должны быть факапы. Если факапов нет, значит, вы не выходили за пределы своей зоны влияния. Вот какие у вас были факапы? Ну, у меня тоже я могу уже рассказать, что у меня была в начале года была личная моя война, связанная с моим ребенком, с его школой. На уровне там мэрии это все очень так серьезно. Оно в публичное пространство никуда не выплескалось. Я старался, во всяком случае, не выносить его. Но в итоге из-за этого я просто, я фактически не мог работать какое-то время. И вот, к сожалению, из-за этого я, просто у меня сил не хватило. Я не потянул подкаст с комсомолкой, который я очень хотел делать. Просто в какой-то момент я понял, что все, у меня просто нет сил. Я умираю. Либо туда, либо туда. Вот. И они готовы были продолжать, но я уже не мог. И я закрыл это дело. Хотя, хотя, очень хотел я его делать. Ну, вот сделали неплохие, несколько неплохих интервью сделали и сняли. И опубликовали. Вот мой факап. То есть, оглядываясь назад, я вижу, что, в принципе, наверное, можно было, каким-то образом можно было это разрулить. Может быть, не слишком вовлекаться в эту войну. Может быть, не слишком ее, как бы, активно вести. Но, может быть, в итоге не победили бы. Потому что мы, в итоге, хотели закрыть наш класс. И мы отстояли. Ребенка отстояли. Класс отстояли. Так. Разругалась двумя близкими любви. Серьезно просела. То есть, обязательно, обязательно должны быть факапы, ребята. Не прям... Если нет факапов, значит... Так. Арестовали щита по моей вине. Не потянула выбранную нагрузку. Слишком много набрала клиентов. Была на грани выгорания летом. Отправила не тот файл на киностудию. Потеряла подруг. Прикольные, классные, подличные. Прям факапы. То, что надо. Так. Совсем катастроф не было. Факап опоздала на похороны. Факапы с финансами. В семье с сыновьями. Мимо проект ушел по документальному фильму. Факап по здоровью очень сильный. Разворывала личные отношения. Так. Не потянула все по проектам. Не сделала зубную операцию. Вписалась в роман. Не смогла его написать. Это тоже нормально. Я, кстати, Шарифа. Я буду об этом говорить. Обязательно приходите завтра на эфир. Там несколько, по-моему, человек 3 или 4 тоже не дописали. Это нормально. Вот я буду об этом говорить. Это бывают ситуации, когда хорошо и правильно не дописать текст. Слить проект. Будем завтра говорить об этом. Отдельно. О том, как заканчивать проект. И о том, как сливать проект. Как бросать проект. Потому что иногда проекты надо бросать. Иногда их надо сливать. Поэтому я считаю, что творческая неудача для писателя. Для сценариста. Это необходимая часть работы. То есть, если у вас не было творческих неудач, это значит, что у вас не было амбиций. Не было амбициозных проектов. Творческая неудача происходит тогда, когда не получается сделать творческий проект. Это значит, что вы взяли проект не по силам себе. В итоге, да, это нормальная ситуация. Надо сливать проекты. Так, не хватило энергии на написание сценария. Слил в итоге полугодовое обучение на курсе. Тоже надо это делать обязательно. Надо сливать. Надо бросать. Снова брать. И так далее, и так далее. Здесь не должно быть такого, что вот есть люди, которые все всегда дописывают. И так далее. Ребят, Лев Толстой слил роман про Петра Первого. Не написал. Потратив несколько лет. И серьезных усилий. А уж Лев Толстой нам с вами не читать. Лучший писатель в мире. Поэтому... Так, вопрос. Чему вы в этом году научились? Это могут быть навыки какие-то. Ну вот навык, например. Я в этом году научился делать расклады на Таро. Вот такой... Если бы мне кто-нибудь год назад сказал, что я научусь раскладывать Таро, я бы очень удивился. Непонятно зачем. А зачем мне это? Вот. А сейчас вот... Прикольно. Так. Не проконтролировал свое участие в бизнесе. Сейчас угроза икс миллионов долга. Прикольно. Весело. Научилась кинопроизводству. Так. Сынов не получается встретиться полтора года. Так. Чему научились? И это могут быть какие-то... Ну, что называется... Не хочу... Не люблю soft skill этот термин. Да. Но в принципе, да. Soft skill. Например, я в этом году, особенно вторая половина года, она для меня была посвящена именно как бы нащупыванию тех действий, которые нравится мне делать. То есть, я делал не... Искал какой-то баланс между теми действиями, которые приносят результат, и теми действиями, которые конкретно мне нравится делать. Вот. Для меня это было очень сложно. Почему? Потому что, ну, я... Для меня никогда не было проблемой отключить, скажем так, обратную связь, да, и сказать, так, чтобы получить результат, нужно делать то-то, то-то. Да. И я такой раз, и окей, хорошо. И энергии много, и делал какие-то вещи, которые, в общем, мне большого удовольствия не доставляли, да. Не ожидая никакой отдачи, никакой быстрой реакции. Вот сейчас я как бы решил в этом году не делать этого. И это не так просто было. Научиться снова чувствовать, да, то есть вернуть какую-то вот эту чувствительность. Это прям прикольно получилось. Так. Стал оставить приоритеты в сторону себя. Себя любить и баловать. Так. Лучше говорить на сербском. По-новому читать. Так. Стал увереннее. Научился выступать в метро. Системность и планирование. Так. Без обвинений себя проживать свои неудачи. Супер. Круто. Научилась более осознанно обращаться к Богу. Понимать его ответы. Писать аутлайн романа. Делать картинки с нейросети. Фигачить сториз. Так. Писать сценарии. Доводить дела до конца. Играть на ханге. Нитвукингу. Делегировать ребенка. Отлично. Все. Супер. Так. Теперь вопрос. За что вы этому году благодарны? Вот оглядываясь назад на все, что в этом году происходило. Вот за что вы этому году благодарны? Может быть за людей за каких-то? То есть вот давайте хорошее вспомним. И вот за что? За что спасибо мы скажем этому году? Если вы религиозны, ну Богу. То есть если не религиозны, то людям. Кому-то. То есть вот кому вы и за что благодарны? Или году за что-то. Да. То есть я очень благодарен в этом году за свою семью. И своей семье. Очень благодарен. Потому что как-то я совершенно по-другому, совершенно по-новому для меня семья раскрылась. И как-то надеюсь, что и я для своей семьи тоже раскрылся не просто как какой-то боевая единица какая-то. Или тумбочка с деньгами. А все-таки как-то какой-то внезапно после многих лет совместной жизни снова начали на какой-то интересный, более глубокий уровень отношений переходить. Все близкие живы-здоровы всему, что было. Благодарю за выпуск первой части фильма. За танцы. За то, что безжалостно толкает на трансформации. Так, спасибо вам. Вам тоже спасибо всем. За то, что научилась не плакать, не ныть. Больше всего написал. За людей, с которыми свел интернет. За любовь, новые здания, знания, друзей, красоту и радость. Анжела, да, спасибо. Так, за то, что выжила. Так, море творчества. Так, за то, что вышел из колеи и стал делать результаты на новом уровне. Так, за то, что появились новые люди. Вселенная, которая поставила в условиях, в которых пришлось взглянуть правде в глаза. Жизни за уроки. Мастерской и мастеров за науку и поддержку. Да, вам тоже всем спасибо, ребята. За год радости. За улучшение здоровья. Хорошо. Теперь. Что самое главное из того, что вы обязательно сделаете в следующем году? Что вы планируете на следующий год? По мастерской у меня каких-то особых планов нет, потому что мы в этом году сделали большой такой проект. Я запустил, наконец, курс по пьесе. Но в целом у нас мастерская сейчас развивается по такому не экстенсивному пути, а интенсивному. То есть мы идем вглубь. То есть я не стараюсь увеличивать охват, не стараюсь увеличивать маркетинг какой-то. Не стараюсь заработать больше денег. То есть я стараюсь больше, ну как бы снова и снова и снова уже в который раз я переписываю программы, докручиваю, докручиваю, докручиваю бесконечно. Да, то есть это такой процесс улучшения бесконечный. И мне кажется, что мы вот в том, какой сейчас стала программа нашей сценарной мастерской, то, что мы делаем, как я делаю в мастерской, мне кажется, что ну уже около дела. Более-менее так, как надо. И что я планирую в следующем году? Я хочу все-таки к своему дню рождения, 7 марта у меня день рождения, я хочу 50 лет не исполнить, хочу увидеть кубики пресса у себя на животе. Некоторые предпосылки, какой-то я тоже долго подбирал, какие-то методики тренировок. Вот, мне кажется, нащупал, нашарил, результат есть, ну посмотрим. Два месяца осталось. Посмотрим, увижу или нет. И хочу, ну это уже так, скорее, приятный бонус, если получится, хочу увидеть миллион просмотров на каком-нибудь из видео нашей веселой магии. Пока они набирают там тысяча, две, три тысячи, четыре, пять тысяч просмотров. Ну вот, залетит какое-нибудь видео, залетит, алгоритм наберется. Вот, мне хотелось бы увидеть. Пока рекорд, по-моему, у нас в ТикТоке 300, что ли, самое большое, больше всего на Ютубе где-то около 100-150, где-то тысяч. Вот, вот хочу увидеть миллион просто, вот, есть у меня такой, вот, прям, гештальт какой-то такой, хочу закрыть. Вот. Вопрос, да, все смотрю, что вы планируете, завершу год радости, сделаю свою эту игру, продолжу двигаться к своей цели, реализация проекта театра. Открою частную практику. Допишу несколько сценариев. Так, дописать книгу, отдать в издательство, продолжить обучение в мастерской, начать работать с сценаристом. Отличный план. Есть. Да, ребят, кстати, вот кто сценаристы, еще раз я напоминаю, что у нас сейчас идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма. Поэтому не, тоже не, не откладывайте, присоединяйтесь. Так, купить недвижимость в Кармадоне, продумать фестиваль Бодров, построить дом в Кисловодске, переложиться в Сочи, занимаясь мечтой, учусь кинопродюсированием, заниматься спортом, решить жилищный вопрос. Восемь фитнес, ходьба с палками. Окей, хорошо. Теперь вопрос. Давайте так. А что вы не будете делать в следующем году? Причем, давайте, да, допустим, вот я не курю, да, я и не буду курить в следующем году, да, вот что-то, что вы делали в этом году, а в следующем году вы этого делать не будете. Вот что такое, вы вот твердо решаете сейчас не делать в следующем году. Я решил, что я больше не буду делать, никакие проекты через не хочу. Все, что я хотел, все большие проекты, все книги написал, какие планировал, все пьесы написал, какие планировал, то есть все, в мастерской все курсы запустил, какие планировал. Сейчас хочу делать только то, что я хочу. В свое удовольствие. Так, есть сладкое. О, не буду влазить в долги, не буду забивать на себя. Так, надеюсь, не буду не выбирать себя. Пора повернуться к себе. Очень хорошо. Не буду шить вещи на заказ, обращать внимание на токсичных людей, прощаясь со своей прежней работой, брать кредиты и влезать в долги. Жертвовать режимом ползаналожиться, распыляться, делать только то, что мне приносит радость. Перестану выбирать других, а не себя. Не буду переедать. Не буду делать для других то, что я не хочу делать. Не буду идти на компромиссы, вопреки своему желанию. Не обманывать себя. Так, не буду работать по ночам, не буду быть жертвой. Не буду есть сладкое и мучное. Давайте все вместе заречемся на сладкое, мучное и кофе. И все вместе слезем. Вы меня тоже будете поддерживать в этом. У меня опять не получилось слезть с кофе. Я опять буду это... Не знаю, смогу ли я это делать. С вафельных тортиков я слезал, по-моему, года три. В итоге слез просто... Намертво слез. Вот ни одного вафельного тортика за последние, наверное, лет пять. С кофем, да. Сладкое с этими бабушками, блинами, которые все время блины подсовывают. Да, я тоже люблю сладкое. На самодисциплине буду пробовать. Кофе будет иногда хотя бы. Чашечек шесть в день, не больше. Вот это, пожалуй, по плечу. Слезть с Пуэра по утрам. Можно с кофе слезать через какао. Да, сложно слезть с кофе сладкого. Три чашечки оставим. У нас просто вот с тех пор, как мы купили кофемашину, раньше-то его там в турке варишь, да, как-то нельзя варить. Да, каждые пять минут. А кофе просто нажимаешь на кнопку, и вот тебе вкуснейший кофе через минуту. Да, на самодисциплине можно без кофе сладко. Ну вот я на самодисциплине буду опять по хардкору проходить, и буду опять без кофе, без сладкого, без хлеба. Так, теперь давайте так. У меня нет готового ответа, да, я задаю вопросы. Вот подумайте и спросите себя, но только честно, да. И здесь вот, ну, когда задаешь вопрос, кажется всегда, да, что как-то он подразумевает ответ какой-то определенный, да. То есть вот в данном случае абсолютно нет. То есть мне важно, чтобы вы понимали, да, что у кого-то из вас ответ на следующий вопрос, да, кофемашину может ликвидировать, но она же не только моя, у меня же семья еще, они тоже пьют. А у них нет проблем с этим. Это я хочу слезть с кофе, а они не хотят слезть. Надо, чтобы пароль вводить в кофемашину. То есть я задам вопрос, и важно, что он как бы, он может прозвучать так, что, ну, что предполагается, что у всех вас ответ будет да. На самом деле нет. На самом деле у кого-то из вас ответ будет да, у кого-то из вас ответ будет нет. И это прям, и ответ нет, это не негативный ответ. Вопрос такой. И давайте так, сначала вы как бы вдумайтесь, вслушайтесь и только потом отвечайте. Вопрос. Хотите ли вы поменять свою судьбу в следующем году? И здесь важно, да, что если вы, например, уже находитесь на каком-то верном пути, вы точно понимаете, что это ваш верный путь, даже если он, может быть, пока не принес результатов. Например, вы решили, что все, я сценарист, или я психолог, или я театр открываю. Пока ничего, никаких результатов, только убытки. Да, но я чувствую, что это мой путь, да. И я хочу, я им идти хочу, да. И я менять ничего в этом не хочу. Понимаете, да. Что я на верном пути, я иду этим путем, и я с него сворачивать не хочу. Вот прям, я это подчеркиваю. Поэтому вот, да или нет, да. То есть, хотите ли вы поменять или нет, да. То есть, вот есть ли у вас этот момент выбора, или нет момента выбора. Выбор уже был сделан когда-то, какое-то время назад, и он был сделан правильно. Так, я на своем пути, менять способы частично. Теперь, давайте, смотрите. Очень хорошо я вижу как раз то, что надо. У кого-то да, у кого-то нет. То есть, нет вот такого единогласного этого самого. Давайте так. Сначала я сейчас задам вопрос тем, кто решает, что да. Что надо поменять свою судьбу. Вопрос. Что именно вы хотите поменять в своей судьбе? Вот тем, кто хочет поменять. Обращаюсь к тем, кто хочет поменять. Вот что именно вы хотите в своей судьбе поменять? Я говорю именно судьба. Понятно, что термин такой, ну, не очень научный. Как совокупность факторов. Да, то есть, как некое направление движений, да. То есть, которое включает в себя и ваши какие-то личностные характеристики, и вашу биографию, да. Которая тоже логику дальнейшего движения очень часто определяет. Вот все вместе. Да, поэтому пусть, давайте так. Как судьбу определим. Так, путь менять. Нужно стать посвященной цели. Вот что нужно поменять? Что вы хотите поменять? Профессию. В случае с профессией, кстати, самое простое. Да, если хотите поменять профессию, так все просто очень. Сменить работу. Хочу именно свои желания отслеживать. Отношение к финансам. Профессию, место жительства, частичное окружение. Теперь вопрос. Вот для этого, для того, чтобы это поменять, что нужно сделать? Какое действие нужно сделать? Не знаю, пойти учиться, переехать в другой город, да. Составить резюме, начать рассылать это самое, ходить на собеседование, да. Если вы профессию, например, хотите поменять, да. То есть, можно сидеть и хотеть поменять профессию, да. А можно пойти и на курсы на какие-то, да. Отучиться, получить какую-то новую профессию. Вот что конкретно нужно сделать для того, чтобы поменялось то, что вы хотите поменять? Так, путь менять. Распределение по времени. Вы бы решили видеть атмосферу, которая сложилась в семье. Пройти обучение, проработать ограничивающие убеждения и травмы, избавиться от страхов, сконцентрироваться, вести дневник, отслеживать процесс. Умею жить на три копейки, хочу узнать и жить в финансовом благополучии, пройти самодисциплину, действовать по плану, пойти учиться. Подам еще пару заявок там по результатам. Выбрать этот путь, отделить семью от работы, чтобы было время и на то, и на другое. Вести ритуалы и привычки. Так, кое-что уже сделано. Изменить родовой сценарий, работать над собой, пройти самодисциплину, применить на все сферы жизни, продолжить писать пьесы. Так, хорошо. Окей. Так, провести хронометраж времени, найти мертвые зоны по времени, поменять блоки работы. Окей. Ну вот видите, да? То есть есть какие-то конкретные совершенно вещи, которые... Действия, которые нужно делать для того, чтобы вы получили результат, который вы хотите достичь. Найти своих и успокоиться. Вот, понимаете, здесь... А как вы поймете, что вы своих нашли? А что вы делаете для того, чтобы своих найти? Опять же, а где вы обычно всегда своих искали? Да? То есть, ну как бы... Вот найти... Это красивая фраза, да? Вот. А что вы делаете для того, чтобы найти своих? Да? То есть я в таком случае, да, иду учиться куда-то, как правило. И я все время учусь. Я сейчас четыре курса одновременно прохожу. Да? Вот там я каких-то своих... Каких-то новых своих там вижу и нахожу. Ну и плюс учу все время, да? Я учусь с одной стороны, и там нахожу каких-то своих. И учу все время. И здесь нахожу тоже своих каких-то. Да? Потому что вы же для меня тоже свои. Я и у вас тоже учусь чему-то. Курс по скорочтению будет? Нет, не будет. Курс по скорочтению не является приоритетным для нашей сценарной мастерской. Так. А вы чем занимаетесь? Я учу людей писать сценарии. В настоящий момент. Так. Теперь вопрос. Вопрос для тех, кто понимает свою судьбу, да? Она устраивает вас. И вы хотите продолжать идти этим путем, которым вы идете. Вопрос. Какое самое главное действие нужно делать для того, чтобы вы продолжали идти своим путем? То есть, вот какое действие будет удерживать вас на этом пути, да? Например, если там ты решаешь стать сценаристом, да? Например, то это действие какое? Ну, писать сценарии. Да? Писать сценарии, рассылать их. Да? Не знаю. Учиться в нашей сценарной мастерской, если вы еще ее не проходили. Да? То есть, пройти все курсы в мастерской, да? Действие, которое вас удержит на этом пути. Так. Каждый день писать. И опять же, если вы понимаете это, да? Значит, вы понимаете, что если вы это действие не делаете, да? Значит, вы очень скоро потеряете свой путь. Если вы это дело не делаете, да? Вот каждый день проходить 20 миль, да? 20-ти мильный путь, о котором я вам говорил 22 занятия назад. Так. Дисциплина и отдых. Соблюдать режим дня. Чувство юмора, легкое отношение к жизни. Дисциплина и отдыха, легкое отношение к жизни. То, что мы сознательно принимаем решение сделать, да? Например, там, ты сознательно там делаешь... А, какие четыре учебы сейчас проходите? Я сейчас прохожу... Я сейчас изучаю теорию и историю магии. И я прохожу курс у брата Марсия в колледже Телема 93 по ритуальной магии. И прохожу три курса одновременно у Марьяны Романовой. Очень интересная девушка. Прям мне очень нравится то, как она продает. Преподает. Продает. Продает она так себе. И она и писательница, и музыку пишет, и все на свете. В битве экстрасенсов участвует там и так далее, и так далее, да? Но это все меня как-то мало волнует. И сама, что называется там, сама по себе магия у меня тоже там есть отдельное к этому какое-то отношение, да? Но меня интересует культурологический аспект. То есть, высший сторителлинг, да? То есть, ну, то, чем я занимаюсь, да, это сторителлинг, это нарратив. И высший сторителлинг, это сторителлинг религиозный. И меня всегда интересовало то, как строился именно религиозный сторителлинг. На каком этапе, да, скажем, и чем отличается, да, скажем, условно говоря, Пифагор, да, со своим тоже очень интересным сторителлингом от, ну, не знаю, Иисуса Христа, например, да, или Магомета. Да, почему вот у этих в итоге, да, их сторителлинг привел к созданию религий и созданию государств, созданию империй, а сторителлинг Пифагора, например, не привел ни к чему. Вот мне интересно вот это понять, да, вот я этим занимаюсь, там, много лет уже целенаправленно занимаюсь историей религии. И Кэмпбелла я в этом году, наконец, дочитал масштабный, масштабный его труд по истории религии. Это не про путь героя, а именно про историю религиозных учений. И вот очень глубоко в это все погружаюсь. А чем мне магия интересна? Тем, что магия – это такой пробник религии. То есть она всегда перед религией. Да, то есть это когда… Вообще религия – это практика, да. И вот эти практики, техники, они отрабатываются магами. Ну, условно магами. Кто-то где-то их там жрецами называют, где-то их называют там еще как-то. Да, и вот отработав какую-то часть, какую-то часть вот этих практик, дальше они передаются, что называется, в религию. То есть магия – это то, что дорелигий. И сейчас в этом смысле очень интересные процессы происходят в мире. То есть идет какая-то трансформация, подготовка к какому-то созданию некого такого нового квазирелигиозного учения. Я думаю, что оно не будет выглядеть там точно так же, как предыдущие учения. Но это прям очень интересно понимать это, видеть и наблюдать. Вот. А для того, чтобы понимать, как это работает, нужно понимать, как работает магия. Вот. Что именно в ней работает? Работает в ней стритейлинг. То есть для меня это очевидно. Я просто вижу по тому, как устроены ритуалы, да. То есть когда там ты один ритуал видишь – это одна история. Когда ты видишь 50 ритуалов в разных традициях, да, ты начинаешь понимать, где, что и как там работает на самом деле. Вот. Поэтому так, да. И поэтому вот все эти там шутки по поводу создания сценарной религии – это тоже такие шутки. Скорее шутки. Нет, конечно, ну как бы мы не… Я далек от мысли о том, что мы с вами будем ставить портрет Аарна Соркина или Шекспира и перед ним зажигать свечи, да, алтари, жертвы приносить. Конечно, этого мы не будем, да. То есть наша задача, опять же, из всего этого выделить действующее вещество. А действующее вещество какое? Одно стритейлинг. Вот. Поэтому… Поэтому вы в самом правильном месте вообще в мире. За всю историю человечества нет более правильного места, чем наша сценарная мастерская. Что-то новое носится в воздухе, вне всякого сомнения, абсолютно вне всякого сомнения, да, и люди, которые это чувствуют, да, я сейчас не про магов и экстрасенсов говорю, да, я говорю про писателей. Вот. Писатели, они по определению чуткие люди, да, и вот они это чувствуют, они это каким-то образом отражают. И наша задача, да, то есть моя задача создать инструменты, которые помогали бы в этом адаптироваться, в этих изменениях. Поэтому я думаю, что наши выпускники, те, кто в нашей мастерской учатся, они будут более адаптированы и более, соответственно, более конкурентоспособны. Это уже наша мастерская неоднократно показалась за все эти годы. Так, да, так вот, сознательные решения. И очень многие тренинги, очень многие обучающие программы, они построены именно на работу в этом круге. И это дает очень маленькую результативность. Вот, например, вы там решили, например, сказали, вот я больше не буду делать там то-то, то-то. И со мной тоже такой, я же тоже человек, я устроен точно так же, как все, да, то есть мы там более или менее базово, мы более или менее все одинаковые. Да, то есть человек решает, я больше не буду курить. Да, я курил 20 лет. Я в 10 лет выкурил первую сигарету и в 30 лет последнюю, 20 лет курил. Вот, и все это время я хотел бросить. Все это время я постоянно принимал решение о том, что вот я не буду курить больше. Вот, и у меня знакомый один, не буду говорить, кто философ. Он очень такой, он очень рациональный человек. Вот, и он как-то сказал, говорит, я решил, что, ну вот я же сознательный человек, я же рациональный человек, да, вот я решаю, что я больше не буду курить. Что, говорит, я делаю? Я беру пачку сигарет, я протягиваю руку, разжимаю ладонь и пачка сигарет падает в мусорное ведро. Вот прям при мне это, он этот фокус показал. Он говорит, ты все, я больше не, вот я решил, что я больше не буду курить, и я бросаю, я больше не курю. Я сознательный, я сознательный, разумный, мыслящий человек. Вот, через 20 минут он курил следующую сигарету и продолжает курить. Уже много лет прошло, 15 лет прошло, так же он чадить не переставая. То есть, вот как-то не работает, да, один процент результативности. Принимаешь сознательное решение, делаешь что-то и результата не получаешь. Второе по результативности, это то, что мы делаем по привычке, не осознавая момента принятия решения. Да, то есть, но само действие мы осознаем. Например, там тоже курение, да, то есть, если я курю, я замечаю, что я курю. Если я не курю, да, вот я справился с этой привычкой, там, разными целенаправленными усилиями. В итоге, там, вот много лет я уже не курю, у меня этой привычки нет. Еда, например, какие-то, вот ел я вафельные тортики, была у меня привычка, да, я поменял привычку, поменял паттерн. Вафельных тортиков я не ем уже много лет, да. Да, спортом, заниматься спортом. Вот есть у меня привычка бегать в парке. И я момент, когда я бегу на пробежку, я его не замечаю. То есть, у меня нет такого, что и тут я решаю, пойти мне сегодня бежать на пробежку или нет. Ну, как бы день, ну, свет на улице, светло, значит, сейчас я отведу эфир и пойду на пробежку. То есть, ну, сейчас я уже как бы осознал, а если бы я про это не вспомнил, я бы вспомнил о том, что надо идти на пробежку уже во время пробежки. А может быть и даже после пробежки. Да, то есть, я, у меня момента включения решения не существует. Какие-то слова, например, там, не знаю. Вот есть люди, которые матом ругаются. Они не принимают решение ругаться матом. Они просто по привычке говорят матом. Да, или вот я разговариваю на русском языке. Да, то есть, я сознаю, что я разговариваю на русском языке, но я не принимаю решение разговаривать на русском языке. То есть, нет такого, что я думаю, так, на каком языке сейчас сказать? На русском или на английском? А может быть на латыни. И дальше вести урок на латыни. Нет, я же не принимаю решение об этом. То есть я автоматически говорю на языке, на котором мне привычно говорить. И вот это изменение привычек, оно дает хорошие результаты. То есть если ты переключаешься, да, оно требует каких-то усилий, но потом, то есть привычку можно поменять. Можно поменять привычку говорить на русском языке. То есть если бы я переехал, не знаю, в англоязычную страну или в италоязычную скорее, да, то я думаю, что через какое-то время я бы, ну, мне скорее, чтобы обратно на русский язык надо было бы включаться. Я совершенно спокойно говорю бы по-английски или по-итальянски. Но большая часть наших действий, она приносит нам неизвестный результат. То есть мы делаем какое-то действие. Действие уходит в мир. Оно ходит где-то, да, то есть какой-то идет там какая-то взаимосвязь между объектами происходит, да, и потом она через какое-то время к нам возвращается. То есть мы не осознаем решение, да, вот выпить сейчас чай или кофе, подойти сейчас к окну, покормить синичек или там пойти на улицу погулять, да. То есть какие-то не принимаем решений, да, не осознаем действия, не понимаем последствиям каких действий стал полученный нами результат, да. Потому что мир очень сложен, невероятно сложен и мы не можем просчитывать действия, да. То есть мы не можем просчитывать все последствия наших действий, да. То есть мы не можем предполагать, вот я синичку сейчас покормлю, да, а она потом полетит и муху убьет какую-нибудь там съезд, да. А эта муха не полетит и не сядет на какое-то варенье, да. Это варенье там... В этом варенье человек не обнаружит муху и там, не знаю, решит, что если бы он ее обнаружил, да, может быть психанул бы и с женой развелся бы, да. А вот этого не произойдет. Я очень сильно упрощаю, да, но тем не менее, да, ну вот там плюс-минус так эффект бабочки. Прогнозировать невозможно, но определенно, если у человека получается то, что он делает, да, значит, определенно, что он делает что-то правильно. И определенно, что человек делает что-то неправильное, если у него все не получается, да. То есть получается, что у кого-то все получается как бы само, а у кого-то все не получается тоже как бы само. Или какие-то вещи они прям получаются, а какие-то вещи не получаются Вот как бы сами собой Как в свое время я хотел поступить в Архангельское училище связи после восьмого класса Но там произошла череда событий, в результате которых я туда не поступил И я остался в школе И тогда мне казалось, блин, что такое, блин, как будто там весь мир против меня Вот не получается никак Потом я, отучившись несколько месяцев уже в школе, я сбежал в культпросветучилище в Кириллов Опять мне прям очень хотелось сбежать И опять меня просто как будто вселенная за руку схватила и вернула обратно в Сямжу И в итоге вот в результате этих двух, да, то есть как будто Архангелы останавливали Не уходи, не туда ты прешь Возвращали меня обратно В результате я закончил школу, поступил в университет и так далее, и так далее Да, в отличие от всех моих одноклассников Из которых никому это сделать не удалось Если бы я был более настойчив Да, то я бы тоже ни образования не получил бы Ничего бы дальше не было Да, то есть потому что, ну, сто процентов у меня ни работ бы моих не было дальнейших, да, ни в ГИКа бы не было Ничего бы не было, если бы не было первого высшего образования, которое я в результате получил И вот это вот как бы само его можно перенастроить Как это происходит? Был такой чувак Леша Ходорыч Царствие небесное светлое место Он не так давно умер Мы много лет дружили с ними Он учился в нашей мастерской в первом потоке И Леша фанат числа 42 И у него было сообщество 42 И он, я ему приветы все время Я ему всегда, в каждой своей книге я передавал ему привет И там в поздних, в последних моих книгах Там всегда было 42 главы Это привет Леше Ходорычу Вот, и там прямым текстом тоже Всегда, всегда я ему приветы передавал И число 45 упоминал Так вот, и мы с Лешей вели эфир И в какой-то момент у меня произошел инсайт Когда он рассказывал историю про то, как он шел с каким-то чуваком по улице И говорит, и вдруг я, он везде, а Леша он везде видел 42 Он шел там, машина, номер 42 Вот, и он, значит, кому-то рассказывал про это 42 Какому-то парню и говорит, и вдруг я начал видеть 42 везде То есть пошла какая-то волна То есть 42 было повсюду То есть номера машин, номера домов То есть повсюду, на заборе было 42 написано То есть вот просто везде начало, оно начало быть Вот, и в этот момент у меня произошел инсайт И я говорю, Леша, я понял, что это такое Что такое 42 42 это пробник вселенной То есть ты как бы, это рандомное число Могло быть какое-то любое другое То есть она показывает, что если ты смотришь Начинаешь обращать внимание на 42 Ты попадаешь в такой ретаргетинг вселенной Знаете, как вот когда зайдешь на какие-нибудь трусы Кликнешь на озоне И после этого тебе повсюду показывают трусы Куда бы ты ни заглянул, на какой бы сайт Что это такое? Тебе кажется, блин, что такое? Почему меня преследуют трусы? Да А ты просто попал в ретаргетинг То есть тебе поставили метку Вот этот чувак интересуется трусами И дальше везде тебя реклама этих трусов догоняет повсюду И вот здесь то же самое То есть ты кликнул на 42 один раз И тебя во вселенной везде это 42 догоняет Куда бы ты ни шел И раз так То можно целенаправленно кликнуть на что-то другое На любовь, например На деньги, на отношения, на дружбу То есть можно показать, что ты интересуешься чем-то Ну чем ты интересуешься Творчеством, например И самое смешное Что потом, переслушивая этот выпуск Я искал этот кусочек И когда я увидел, где Я просто офигел То есть этот инсайт произошел на 42 минуте эфира То есть я вас не обманываю, не разыграю Если хотите, найдите этот эфир Перемотайте на 42 минуту И вы увидите, что Вот там как раз я рассказываю Ровно то, что я вам сейчас рассказываю То есть На что вы смотрите, то вы и начинаете видеть И вот когда я это понял Я запустил проект Подарки вселенной Да, то есть Вы учитесь принимать эти подарки Да, но при этом Для этого Для того, чтобы получать право Эти подарки Да, чтобы признавать это право получать Нужно выдавать что-то в мир Все время выдавать Вот почему я все время выдаю в мир Вот этот наш с вами эфир Да, это тоже моя выдача в мир Именно для того, чтобы Иметь возможность принимать И принимаю я тоже не слабо То есть, если вы только берете Есть такие люди, которые только берут, 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 берут И они, если они все время берут Они чувствуют всегда подспудно некую внутреннюю несправедливость И в итоге они за это платят чем-нибудь То есть, берет, 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 человек берет, берет Потом херак его в тюрьму сажают за неуплату налогов Или за мошенничество, или еще за что-то И вот подарки нужно делать для того, чтобы тренировать свою способность принимать подарки Понятно? Понятно ли вам эта мысль? Если понятно, напишите в чате, что понятно Если есть какие-то вопросы, то задайте вопросы Если хотите потренироваться Вот прямо сейчас можете сделать выдачу в мир Вот прямо сейчас взять и сделать репост этого нашего эфира Да, такую простенькую манипуляцию я сделаю вам Да, вот прямо сейчас сделайте репост этого эфира И напишите, что вот Это подарок, это вам от меня подарок Подписчикам Не хотите, если не делаете Да, то есть я не оставить не буду Просто как бы, ну такая тренировка, тренировка навыка двигательного И еще один момент Иногда то, что кажется наказанием Оно на самом деле является подарком То есть, например, история с, вот с подкастом там с моим Да, то есть, когда мне хотелось это делать Да, не получилось там в силу каких-то внешних обстоятельств Да, а в итоге спустя какое-то время я понимаю Что, ну, наверное, это вообще Ну, я начал делать что-то вообще в другую сторону И мне это нравится гораздо больше, чем я делал это до То есть, мне интервью больше нравилось Тоже нравилось делать, да Но то, что я делаю сейчас, мне нравится гораздо больше Вот Ну, просто я начал Я все-таки не блогер Да, я мастер То есть, я человек, который Мне не нравится термин духовный учитель Да, это скорее такой духовный ученик Да, и Я учу людей ремеслу Да, то есть Ремеслу, рассказывание истории И все остальное, да Оно на самом деле про это Даже если вам кажется, что я вас учу чему-то другому Коучингу, психологии или еще что-то жизни На самом деле я учу вас рассказывать истории Потому что это самое главное Фундамент И, видимо, меня понесло куда-то В какую-то Эти самые, в какую-то блогерскую стезю И вот меня как-то остановило Развернуло Я это воспринимаю Как подарок От вселенной В итоге Я сделал вот этот проект Он тоже как-то само собой Получилось это название Веселая магия Да, то есть Это как бы Магия, но не совсем Да, то есть Я не люблю вот эти Как сказать Не люблю Связанные с магией Всякие Вот эти козлы Жертвоприношения Да Все эти Иероглифы Израильские Там и так далее Да То есть Я вот это все Всю эту кабалу Я не очень ее люблю Да И более того Я считаю Что в ней особого смысла нет То есть Не это работающее вещество Да И я хочу Чтобы магия была веселой Да Чтобы Как бы Ну Все, что мы делаем Оно должно приносить Радость Да То есть Наша религия Наша вера Да Сценарная вера Мое кредо Это В конституции нашей Сценарной мастерской Оно записано Да Мы Меняем мир к лучшему Посредством творчества Идеалистической направленности И Я сам должен чувствовать себя хорошо Когда занимаюсь творчеством Да И люди, которые С моим творчеством соприкасаются Они должны чувствовать себя хорошо И вот для этого Я делаю Вот эти разные проекты С Картинки С репостами Мы выкладываем Загадываем желания Да То есть Тоже понятно Как это работает Да То есть Я не Господь Бог Я не исполняю ваши желания Но Если вы Увидели видео И за 7 секунд Загадали желание Да То это значит Что это тренировка Проверки желания на истинность Да То есть Как звезда падает Пока падает звезда Нужно успеть загадать желание Да То есть Вы Значит Вы выхватите то желание Которое Вот оно настоящее Вот так же видео Да Оно 7 секунд длится Появляется каждое утро В 9 утра Во всех На всех моих площадках Да Загадай желание За эти 7 секунд И Напиши в комментах Да Да Я не бегу Сломя голову Да Мое эфирное тело Не бежит исполнять Ваши желания Но если вы Его Вытащили Да Если вы его Актуализировали Да Зафиксировали То вероятность Того Что оно исполнится Оно Она сразу же увеличится На 40% Считайте так В некоторых случаях До 60% Вот Поэтому Вот Я люблю такие проекты Я сам Точно так же Сам играю Я эти видео Не выкладываю сам Они заранее Там за неделю Выкладываются Я точно так же Как вы Внезапно В ленте Вижу это видео Точно так же Загадываю желание Да И точно так же Пишу Да В комментах Вот И в конце дня У нас Появляется Точно тоже Появляется Такое спонтанное Видео Да Если вы были Счастливы В течение дня Хотя бы Одно мгновение Поставьте лайк Тоже Здесь мне Не лайки Я не лайки ваши Собираю Да А Мне надо Создать Поле счастья Поле радости Да То есть Которое вы Вспоминая Свои Предыдущие Предыдущий день Да Вспоминая Вот эти мгновения Счастья Вы их Заново Проживаете То есть Это для того Чтобы вы Еще раз Прожили Эти мгновения Счастья Вы их Проживаете Точно Вспоминая Вы их Точно так же Проживаете Как В тот момент Когда проживаете Это для вас Не для меня Вот Да И дальше Вы фиксируете Да Жмакнули лайк Это значит Что вам На следующий день Тоже Покажут Этот пост Да И вы снова Вспомните В следующий раз Вы больше Вспомните Мгновение Счастья Да И вы Тем самым Вы постепенно Увеличиваете Вот это Количество И качество Счастья Проживаемого Да И при этом Равновесие Не нарушается То есть Не получается Так что Я счастлив 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 А потом Мне надо Чтобы это Компенсировать Да Надо себе Какое-то Несчастье Устроить То есть Равновесие Сохраняется Вот Это самое главное Вот Ну и Наша Ежеутренняя Ежеутренняя Переписка Улыбок Это вообще Это Вот вы этого Не видите А я это Прямо вижу Да Как меняются Лица Сколько у нас С вами На сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Четыре месяца Мы по утрам Постим фотки С улыбками Я помню Первые ваши фотки Там просто Видно было Да Что эта улыбка Улыбка Просто Она Никак не может На лице Пристроиться А сейчас Совершенно другой Свет на лицах Появился Вы просто посмотрите Загляните Там В прошлый урок Или в следующий В любой следующий урок Посмотрите На улыбки Которые появляются У нас в чате Вот Там Солнце Расцветает Каждое утро Вот Я тоже Это делаю Каждое утро Да Вот я ребенка Когда в школу Отвожу И после этого Там Пока на качелях Качается Перед школой Обязательно Тоже делаю Улыбаюсь Фоткой Выкладываю Вот Поэтому Делайте Подарки Вселенной Получайте Подарки От Вселенной Проживайте Мгновение Счастья Практикуйте Нашу Веселую Магию И Творите Радость И увеличивайте Увеличивайте Количество Радости Количество Счастья В мире Понимаете Я это Воспринимаю Так Вот Я как-то У нас там Пруд есть В парке Где мимо Я бегаю И он такой Знаете Он такой Зеленый Заросший Какой-то Тиной И вот Я думаю Блин Классно было бы Взять И поставить Здесь Чтобы Ну Какой-то Ручей Сюда Впадал Или поставить Какой-то Фильтр Чтобы Очищал Эту воду Чтобы здесь Была прозрачная Чистая вода Чтобы не рыбы Плавали Чтобы видно было Как рыбы Там плавают Вот Я Вот наши Эти проекты Я их воспринимаю Как вот этот Ну Родник Или Или фильтра То есть Я Отфильтровываю Собираю В землю Зарываю Весь негатив А отправляю Вот эту Чистую Чистую Свежую Светлую Воду Чистых Эмоций Вот И мне кажется Что Что-то Со временем С годами Я делаю Это уже 15 лет С годами Что-то В нашей Мастерской За счет Нашей мастерской Что-то В мире Меняется Со временем Может быть Я тоже Себя В этом Как-то Обманываю Может быть Нет Но Люди Пишут Пишут Сценарии Пишут Книги Пишут Пьесы Выигрывают Премии Направо Налево Зарабатывают Деньги В конце Концов Уходят С нелюбимых Работ Сидят Занимаются Любимым Делом Проводят Время Со Своими Домашними Мне кажется Что это Какое-то Правильное Дело Которым Мы Занимаемся Вот Поэтому Друзья Я вас Поздравляю С наступающим Новым Годом Желаю Вам Счастья Желаю Вам Радости В будущем Году И Тоже Лучший Подарок Который Вы мне Можете Сделать С тех пор Как люди Изобрели Деньги Самый Простой Способ Лучшая Радость Это Когда Я вижу Что Кто-то Еще Кто-то Еще Один Два Три Присоединился К нашей Сценарной Мастерской У меня Всегда Есть Инфобизнесмен И к этому Так Относят Еще Кто-то Купил Вот Надо Опять С этим Работать У меня Всегда Радость Я вижу Человека У которого Жизнь Изменится К лучшему В следующие Три Месяца Поэтому Давайте Присоединяйтесь К мастерской Сценарий Полуметражного Фильма Очень Крутой Курс Очень Мощный Кто Еще Не Проходил Обязательно Обязательно Его Надо Пройти Да Насчет Очистки Воды В куду Надо Написать В Добротел Я Я Как-то Даже Экологов Там Поймал Поймал Экологов И Заставил Их Бревно Одно Я не мог Его Вытащить Бревно Зимой Там Вбивали Эти самые Купальня Была Вот Увидел Двоих Экологов Заставил Там Реально Был Экологический Патруль Заставил Их Это Бревно Вытаскивать Я бы И сам Вытащил Просто Оно Реально В одиночку Не мог Справиться Они были Озадачены Вышел Из леса Такой Чувак Двухметрового Роста В черном Спортивном Костюме И заставил И бревно Из пруда Вытащил Это весело Так Хорошо Друзья Все Увидимся На самодисциплине 1 числа 1 января Понедельник Все Пока Пока